здрасте уважаемые зрители и подписчики канала мы продолжаем проходить игрушечку купескейп день рождения что случилось вот это поворот событий вот это я понимаю и деду каюк да ключ а вот кота не попал ладно где-то что-то торчит с кармана вряд ли это платок больше похоже на записку батарейка окей это непонятно действительно монетка у меня не было выбора это одно из моих прошлых воплощений это единственный способ освободиться от ненависти прости меня мистер кролик ах он мистер кролик его одолевала ненависть дорогой Дейл поздравляю тебя с твоим десятилетиям твой друг Харви ага то есть еще задолго до того как начнутся все эти события они уже так или иначе к нему как подкрадывались наверное приближались да куда мне клеят эти марки ну ладно давайте рассмотримся до конца потом разберемся дерево в окне дерево в окне дерево в окне ну как то так и что мне это дало в общем-то это похоже на код типа 19 1 966 либо 1966 либо я неправильно наклеил но вот это отсюда насчет это я не уверен но более всего похоже да нет наверно так а для чего этот код не понятно ладно разберемся а чёрт он прострелил и тут теперь вылетает газ трубки ну ладно это явно не сюда хотя может жвачки прилепить но не и ты еще не ушел отсюда жуть вот стекло запотевает Я не уверен, что мне это нравится. Окей. Что, я прям вот что хочу, могу нарисовать, да? А, нет, нет, нет. А, нет. Вот вы знаете, в чем-то вот это все похоже на силуэт гор. Гор Расти. Но уверенности у меня в этом нет. И вообще мне очень стремно от того, что здесь кусок двери выломано. Зато музыка клевая. Из батарейки есть монетка. Ну, мы можем, по идее, батарейку туда, да, вставить вот в агрегатуру. Ну, это одна, а надо две. А что еще поставить? Куда? Монетку. Как замыкатель, да? Так, ну что, пора, наверное, резать батю? Ну, следуя логике игры. Ну, или хотя бы деда. Дед старый, его не жалко. Зачем этот тайник? Зачем этот тайник? Трубки газовые. За окном должно быть дерево. И домики. Ага. Давай я, знаешь, что сделаю? Я его попробую поставить на другую комфорку. Нет. Нет. Нет, это так не работает. Хорошо, что-то с окном. Там, типа, вот такая, ага. И вот тут такое, типа, дерево. Простел вот такое. Ёлка красавица! Кустатик стекла. Твою мать, я еще заметил, что это... Кролика там. Собака нету. Окей. Ага, батарейка. Ну, хорошо, хоть батарейку набрали. Я бы мог сказать, что это темные сущности вот этих вот гостей отеля, да, которые, типа, стремятся делать зло. Но в первых частях это явно были не животные, да? То есть там была человеческая фигура. Девятнадцать... Девятнадцать шестьдесят шесть. Что мне может дать девятнадцать шестьдесят шесть? Часы я не двигаю. Монетка вынимает. Может быть, ножом не Камильфо, и надо разрезать их кусочком стекла? У меня какая-то прям страшная и странная тяга чего-нибудь, кого-нибудь разрезать в этой игре. Потому что, ну, и обычно это помогает. Попугай разрезали, водолазы разрезали, по логике вещей. И здесь бы кого-нибудь разрезать. И пускай даже не ножиком, но кусочком стекла, так точно. Кота, например. Да нет, это, по-моему, все равно. Чего мы упускаем? Так, а если... Да, тут же болты. Кобеля. Кобеля и трубки. Похоже, что это часть вот этой кориновины. А вот сюда кобеля, да? И монетку. Ну, неплохо. А, кусочек стекла, да? Нет, чего-то вот это вот не хватает. От часов или что-то такое. Ну, значит, это что-то с часами. Че, в принципе, осталось? Остался код, мышеловка, часы. Так, вместо кролика вроде больше нету. Но это не факт. Блин, а где? А чего? А куда? Тут у меня уже идеи заканчиваются. Ну, смотри, есть отвертка, использовали ножик. Ножик не понять. Ножок вроде ничего пока не делали. Ладно, будем искать. Так, муха теперь что-то летает. Да? Да? А, она сядь, прилипнет, да? Окей. Вот как я должен был найти эту муху? Это что за бред? Ладно. Хорошо. Муха похожа на приманку. Блин. Только для кого? Для рыбы? Не, ну как бы я понимаю, что муха это как бы приманка для рыбы. Я тут, я как бы не спорю вообще ни разу. Но, блин. Посреди квартиры. Жри, давай. И чё, а? А. Окей. Я бы лучше рыбу... Просто разрезал и достал бы с неё кивычек. Снежный шарик. Четыре цифры. А если... Это же отель, да? В России. А давай попробуем вот этот код, который мне в отеле дали. Один восемь девять четыре. Здравствуйте. Ростил Лейк. Тысяч восемьдесят девянос 좀 четвертый. Да, действительно Темные сущности вырвались Сбежали из отеля А, Харви соленел Став простой птицей И походу он полетел к этой, да? К Лоре жить Ну или так надо было для какого-то Грандиозного плана, который у нас пока не складывается Но это логично, потому что К нам прибешься Только даты как-то не особо Сходятся Хотя 894-й 100 лет назад Чуть-чуть позже После того, как они отделили Их в отеле Они вырвались, Харви Стал птицей И полетел Ну прикольно, пасхалка Это получается На мельнице Вот эта темная сущность Сдержала Харви Для чего? Чтобы его убить, но не убила? Очень странно Ладно, тем не менее А что делать нам? Как бы, ну ключ мы, да? Только чем мне это помогло продвинуться? Как бы ничем Но единственная мысль У нас все-таки За счет Марок Получилось 1966 Год Может тоже его вот сюда В этот, да? Да Прямо умуд памяти какой-то Прямо умуд памяти какой-то Измени свое прошлое, Дэйл Только после этого Ты сможешь стать тем, кто ты есть Окей Вот они, настоящая часть Вот они, настоящая часть Он вообще в принципе Белые Понятно, что это Добрые воспоминания Черные Это типа плохие Воспоминания А в чем Синдром синего кубика? Ну то есть Смысл его Это измененные Воспоминания? Или как-то они Улучшены Из черных Или Ну, наверное, да Наверное, это какие-то Измененные Воспоминания Или как-то типа Альтернативная Реальность Ладно Что там Не надо открывать Мистеру кролику Или как Что от меня сейчас требует Батя кусочек Уже сожрал Что делает твой Правед? Дед, ты что делаешь, дед? Открой сундук Или открой грудь Открыть сундук Окей С ножиком Отверткой Может быть Мне кто-нибудь Даст ключ Машинка Помогай А Монеткой Окей Пистолет Кстати Знакомый Ну хорошо Мистер кролик Приходи Я готов Гнидушинка 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 Ха-ха Я не знаю Ты не хочешь брать пистолет, да? Может твой дед? Дед На ствол Прикрывай меня Если че Я готов Я готов 얘기 Кто это? Дед Кстати, у кролика костюм Дэйла, если чё. Дед! Дед! Алярм! Алярм, дед! Чё произошло? Ну, кстати, дед попал. Откуда ты знал? Ну, вот, видишь, знал я, да. Дед, ты норм? А, ну, дед, пока я. Где Джин и хлопнул, у неё всё хорошо. Мистер Кролик. Ага. Идём послезу. А ты чё не помог? Морда. Так, конец. Окей. Ну что, довольно своеобразная часть, меня даже затянуло. Но мы узнали кое-чё довольно интересное новое. Во-первых, меня смущает то, что этот кролик явно не тот кролик, который был в этом... Как его? В отеле. Он похож на ту... На того кролика-смерть, который приходил к фокуснику, кролику-фокуснику, да? Потому что там у нас как минимум был рыжий заяц, а здесь белый. Второе, что сильно смущает, это его костюм, потому что это реально костюм Дэйла. Я не совсем пока въезжаю, что это сейчас было. Но у меня есть некоторые мысли, потому что вроде бы мы и есть Дэйл. Да, ну как бы это был Дэйл, которому было 9 лет. Точнее, воспоминания. Воспоминания плохое. Воспоминания, которые говорят нам, что некая темная сущность... В данном моменте это, скорее всего, просто какие-то бандиты... Пришли и застрелили всю его семью, да? Но он эти воспоминания или эти события как-то изменил, повлиял на них... И в итоге все, кажется, остались живы. Во-первых, это говорит о том, что его батя, скорее всего, или дед... Либо совсем хорошие полицейские, которых там пыталась настигнуть мафия... Либо, наоборот, одни из каких-то мафиози. Ну или как минимум дед где-то там в свое время засветился, например, во времена сухого закона. Потому что вот этот джинничек ее хлопнуть, джазик послушать. Ну, в общем, все такое. В общем, слишком странно. Но, тем не менее, получается, что Дейл путешествует по своим воспоминаниям и изменяет их. То есть, я так понимаю, они таким образом избавляются от черных кубов или что-то вроде того. А может, Дейл просто победил символическое зло внутри себя, как злое воспоминание. Именно поэтому кролик приходит в его костюме. То есть, это некая темная суть самого Дейла. То есть, реально ничего не изменилось, но изменилось именно тот груз, который лежал на его душе, на его... Скажем так, сути, на его воспоминаниях. Не совсем ясно. Но, в целом, вот такая часть. Кубэскейп. День рождения. Мне понравилась. Она немножко странноватая, но всего в ней в меру. Но, в целом, было очень интересно. Ну, до следующих серий. Подписывайтесь, комментируйте, оставьте ваши оценочки, рекомендуйте канал знакомым. И до новых прохождений. Всем пока.